Добрый день. Сегодня мы вкратце затронем тему говорения на английском языке. На мой взгляд, достаточно освоить три принципа говорения на иностранном языке, в частности, в нашем с вами случае на английском. Принцип первый. Делайте ошибки. Об этом, если вы почитаете статьи, пишут многие, но когда дело доходит до практики, почему-то все мы замыкаемся и считаем, что пока мы не будем говорить безупречно, без ошибок, мы не должны, собственно, говорить. Это, как вы понимаете, в корне неверно, потому что ошибки делают все. Если вы внимательно будете смотреть, допустим, английские фильмы или тем более читать или смотреть какие-то современные популярные романы или передачи, то вы обнаружите, что современные англичане, американцы и прочие носители языка очень часто сами допускают ошибки, за которые нас в школах, нам в школах ставят двойки и тройки. Для них это вполне приемлемо. На эту тему можно будет сделать как-нибудь отдельный разговор, подготовить. Более того, слыша то, что вы делаете ошибки, ни один, поверьте мне, ни один носитель языка не станет над вами посмеиваться. Наоборот, как правило, они говорят, ну, если бы я так говорил по-русски, как ты говоришь по-английски, я бы дорогого стоил. Поэтому не бойтесь делать ошибок. Это первый принцип. Принцип второй. Не думайте об акценте. Очень часто те, кто собирается, те русские, кто собирается заниматься английским языком, начинают долго и судорожно думать, какого бы мне учителя найти, на какие бы курсы пойти, потому что мне, понимаешь, нравится австралийский акцент. А кому-то нравится новозеландский, а кому-то нравится американский. Какой американский? Калифорнийский? Тот, все, там порядка 140 акцентов. Может быть, английский? А какой английский? Британский? Шотландский? Ирландский? Лондонский? Средний, так сказать, английский? Какой из них? Поскольку дело в том, что сколько вот есть на свете носителей английского языка, я сейчас говорю именно про носителей английского языка, по сути, столько и есть акцентов английского языка, потому что каждый произносит слова по-своему. Конечно, есть некие обобщающие группы, обобщающие принципы, но каждый человек, открывающий рот на английском языке, говорит по-своему. Поэтому я вас уверяю, что думать о том, особенно изначально, если вы только приступаете к этому, как вам правильно произнести то или иное слово, не нужно. Самое главное для вас в этом случае – просто быть понятым. Если вы что-то сказали и вас поняли, и более того, вы поняли то, что вам сказали в ответ, то есть акт коммуникации состоялся, вот это для вас самое главное. Все остальное – это от лукавого. Так что, конечно, побольше наглости. Наконец, третий и последний принцип. Кто-то называет его «разговаривайте в душе». Я бы ударение поставил и туда, и туда. Можно сказать «разговаривайте в душе», можно сказать «разговаривайте в душе». Что имеется в виду? Не нужно ждать, что вы найдете на улице кого-нибудь, кто с вами замечательно заговорит по-английски, и вы тогда всему научитесь. Не нужно ждать общения с репетитором. Не нужно ждать… вообще ничего ждать не нужно. Нужно идти и действовать. Поэтому, к слову об идти, идете вы по улице, что-то вокруг вас происходит. Представьте, что рядом с вами идет полный обалдуй, то есть некий иностранец, который ни слова не понимает по-русски, не может прочитать, не может услышать, ничего не знает. И вы единственный человек, который можете ему помочь разобраться в том, что происходит вокруг. Простейший пример. Вы идете и начинаете про себя или вслух. Тут неважно. Конечно, если вокруг ходят люди, говорить вслух глупо. Но хотя бы про себя. Переводите название магазинов, которые вы видите. Переводите ту рекламу, которая вам встречается просто на улице, где-то в метро или еще где-то. Допустим, что-то произошло. Кого-то вы интересного заметили. Проехала интересная машина. Расскажите этому невидимому человеку на английском, внутри себя, устроить такой монолог. Расскажите, что происходит. Теми словами, которыми можете. Не прыгайте выше головы, разумеется. Постарайтесь передать произошедшее теми словами, которые вы знаете. С другой стороны, можно, конечно, и диалогом заняться. То есть представить себе некую ситуацию, где вы... Это иногда происходит, кстати, во сне. Когда человек начинает заниматься усиленно английским языком, мне многие ученики говорят, что начинают сниться английские сны. Это, кстати, очень хорошо. Причем часто люди не знают, потом не могут понять, что же они говорили. Именно в момент общения они прекрасно понимали собеседника и сами могли сказать все, что угодно. Это очень хороший, кстати, симптом. Так вот, если вы не во сне, а вот в реальности, не в наве, а в яве, то очень даже неплохо просто с самим собой общаться. Вот здесь, конечно, можно вспомнить и о душе. Когда вы придумываете какую-то ситуацию и начинаете разговаривать буквально сами с собой. Есть такой вариант. Еще к вопросу о использовании нашего с вами свободного времени для того, чтобы повысить свои навыки английского языка разговорного. Это тоже относится к нашему с вами третьему пункту разговора про себя. Смотрите новости по телевизору, смотрите какой-то фильм, смотрите какое-то шоу, все что угодно. Ну, конечно, плохо, если вы смотрите телевизор в принципе, но уж если вы сели перед телевизором и стали его смотреть, нажимаете как бы внутренний такой стоп-кадр делаете и расскажите человеку, опять-таки, не знающему, что вокруг происходит, который сидит рядом с вами на диване или в кресле, расскажите ему, что вот только что было сказано на экране. Просто постарайтесь несколько, там, одну, две, три фразы перевести для него теми словами, которыми вы можете. Выше головы, еще раз повторяю, прыгнуть не стоит, прыгать не стоит, да и, собственно, нет возможности. Поэтому обходными путями, используя синонимы, как-то достучитесь до этого товарища, таким образом, чтобы вы сами поняли, что вы правильно ему перевели, что он понял то, что вы хотели ему сказать. Ну вот, пожалуй, это все. Итак, три принципа. Делайте ошибки. Второй. Не думайте об акценте. И третье. Разговаривайте сами с собой. Все. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok